Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Убитая горем, Светлана Маргунова поставила крест на своей карьере. Год назад Светлана Маргунова лишилась единственного сына. Говорят, легендарная ведущая так и не смирилась с потерей. Известный диктор не хочет работать, отказываясь от предложений. Во время своего недавнего интервью Ангелина Вовка отметила, что уже давно не держит связь со своей коллегой Светланой Маргуновой. Она не пыталась ей помочь и не звала обратно на телевидение или вести прочие мероприятия. Со Светланой Маргуновой я не держу связь, помочь я ей не в состоянии. У нее довольно крутой характер. Да и много на нее обрушилось в последнее время. То, что ее нет на телевидении, это ее выбор. Ее приглашали в эфир, а она часто отказывалась, поделилась Ангелина Вовк в разговоре с собеседником. Напомним, что в прошлом году в жизни 81-летней ведущей случилось огромное горе. Единственный сын Светланы Маргуновой скончался из-за последствий коронавируса. Вначале мужчина переносил опасную инфекцию в легкой форме, так что ничто не предвещало беду. Однако состояние сына Маргуновой резко ухудшилось, в мае прошлого года он умер. Для диктора смерть сына стала большим ударом. До сих пор она не может пережить эту трагедию. Сейчас Светлана ведет закрытый образ жизни и почти ни с кем не общается. Она встречается только с родными, но большую часть времени проводит дома. Свой день рождения в марте этого года Маргунова праздновать не стала. Диктор признается, что после смерти сына ее здоровье сильно ухудшилось. Она резко постарела и перестала следить за собой, а ее самочувствие оставляет желать лучшего. Даже ходили слухи, что Светлана Маргунова имеет проблемы с алкоголем. Однако ее приятельница Вера Мусатова категорически опровергла эту информацию. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.